24 и 25 ноября в Омске прошел интенсив проектного офиса международного молодежного сотрудничества. Подобные объединения заработали еще в трех регионах России. Нашему городу выпала честь отвечать за направление «Россия – Центрально-Азиатский регион». Сформированные команды участников займутся развитием международных отношений с молодежью сопредельных государств – Казахстана, Китая и другими. Организаторами образовательного интенсива выступили Росмолодежь, региональное правительство и Омский государственный технический университет. И нам, и молодежи хочется, чтобы появились какие-то новые форматы взаимодействия, новые возможности для развития и стран Азии, и в данном случае Омской области. Но при этом мы не должны думать только о развитии своего региона. Я думаю, что нам поручено в целом развивать взаимодействие регионов Российской Федерации с Азиатскими регионами, потому что мы всегда были, будем и в будущем партнерами. Мы, во-первых, собрали молодых лидеров из разных направлений Омской области. Это сфера предпринимательства, добровольчества, сфера культуры, образования. И именно эти люди сегодня получат все необходимые знания и навыки в целом о состоянии, текущих делах международного сотрудничества Российской Федерации по отношению к странам Центрально-Азиатского региона. У нас были проекты, реализованные Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор совместно с Российским союзом молодежи. У нас есть опыт взаимодействия, и поэтому в данном конкретном проекте технический университет выступает как партнер, который уже наработал определенный опыт, имеет, скажем так, квалифицированные кадры, понимание, сеть контактов с партнерами для организации необходимой работы в рамках именно проектного офиса. Разработкой проектов, направленных на развитие международных отношений, займутся 25 молодых лидеров Омской области. Это представители общественных организаций, члены регионального молодежного правительства, специалисты омских вузов, предприниматели, добровольцы и студенты. Я занимаюсь бизнесом уже порядка 10 лет, и 4 из которых – это как раз международная деятельность. Я по большей части работаю с азиатскими странами, в частности с Китаем. И вот в этом проектном офисе, собственно, я хотел бы применить по максимуму свой опыт, передать его молодым людям, которые хотят заниматься проектной деятельностью именно на международном уровне, рассказать им, как использовать свои навыки, свои знания, может быть, рассказать о каких-то особенностях менталитета азиатских стран. Я вообще человек творческий, являюсь художником, поэтому я последую, безусловно, свои какие-то творческие цели. В первую очередь меня это привлекло, потому что можно создать какие-то международные выставки. Тем более, что не так давно я стала куратором пространства 306 квадратов, и теперь уже думаю не только даже о собственных выставках, но также о каких-то мероприятиях творческих, которые можно проводить для другой молодежи. Я хочу из этого мероприятия получить какой-то опыт, который поможет мне в дальнейшем, возможно, привлекать уже в свое пространство 306 квадратов международных участников, или делать какие-то совместные творческие проекты вместе с ними, креативные. Совместно с федеральными экспертами участники разработали проекты, которые уже в будущем году смогут реализовать под эгидой проектного офиса.